Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Как мы анонсировали, сейчас у нас в гостях экономист, бывший сотрудник Министерства образования Андрис Циннис. Добрый день. Добрый день. Да, вот я не случайно, естественно, упомянул, что у вас есть опыт работы в Министерстве образования. Мы день знаний вчера мы отметили, и для многих уже было таким очень важным событием, что, наконец, возобновили занятия очные в школах, ну, судя по всему, и в высших учебных заведениях будут тоже очные занятия. Но вот кто-то говорит так, что вот это почти год, мы, извиняюсь, обучение происходило виртуально, в том числе и высшее образование, и даже профессиональное образование. Мне, конечно, тяжело представить, как без практики можно подготовить специалиста, но такова была реальность, и многие говорят о том, что это очень плохо качество образования просяет, другие говорят о том, что, может быть, это будет толчок к новому пониманию вообще системы образования как таковой, обучения как такового, потому что многие студенты, как мне преподаватели так шутят, многие студенты иностранные чаще всего, они уже, там, не знаю, скоро подадут к написанию диплома, и в УЗИ так и не были в своем альбоматор, они только видят преподавателя на экране. Да, вот, ваше размышление над тем, куда мы вообще движемся, наша система образования, подготовка кадров, вот, как вы все это оцениваете? Спасибо. Сперва, используя возможность, хотел, конечно, поздравить всех тех школьников, студентов, учителей, родителей, школьников, да, у которых, наконец-то, была возможность после, я думаю, самого сложного учебного года, который мы все можем помнить, да, что, наконец-то, прийти и... Увидеть своих... Да, да, увидеть одноклассников, да, и в нормальном, привычном процессе начинать образовательный процесс. Но вы полностью правы, что, к сожалению, мы сейчас находимся на пороге фундаментальных изменений не только в системе образования, но и всей экономики, которая напрямую влияет на все наше общее развитие. Но, чтобы это лучше понять, нам надо немножко такой очень короткий экскурс в прошлое. Как появилась та система образования, которая есть? Фактически, это было некоторым родом связано с индустриализацией, когда появились заводы, когда большие крупные державы 200 лет назад, там, в 19-м столетии начали между собой, там, борьбу, кто будет более сильно в экономике, индустриализации, кто будет технический разрыв делать. И появилась нужда, что нужно специалистов на заводах, у которых есть элементарные знания, умеют читать и писать, потому что по-другому в заводах невозможно было организовать рабочий процесс. Ну и фактически та система образования, которую мы сейчас сегодня наблюдаем, она полностью подходит к своему концу в таком виде, где мы привыкли, что, ну, конечно, и продукт системы образования, это рабочий, который рабочий, работает на заводе, или офисный эклерк, который приходит в офисе работать, да. И как мы видим вокруг, система экономика полностью меняется, и образование также. И эти процессы уже фактически запущены были в 2008-2013 годах примерно, когда уже начались эти изменения. Но начало пандемии в конце 2019 года, и особенно то, что мы в начале 2020-го ощутили, фактически сделали полный такой скачок, что мы опередили время, которое, ну, таким естественным путем бы шло, наверное, в ближайшие 5-7 лет, да, но мы уже в этой реальности сегодня нашлись. И, конечно, самое неприятное то, что весь мир не был готов к такому локдауну, да, и особенно школы, да, и вы полностью правы, та ситуация, которая случилась в системе образования, фундаментально повлияла на качество, потому что первая проблема – не было качественных носителей, через которых удаленно можно проводить процессы обучения, и там сразу пошли первые инвестиции. Сейчас, мы знаем, очень качественно работает и Zoom, и Microsoft Teams, и другие платформы, но остается открытый вопрос – это содержание, что учить, да, современное, потому что мы не можем при нынешних условиях через мобильные платформы просто читать книжки, и должно содержание быть современное. И это сейчас весь мир думает, сейчас, как это более современно сделать. Но еще есть, конечно, следующая проблема, что, ну, как вы видите, каждый день появляются новые экзотические профессии, такие, ну, которые мы раньше даже, ну, представить не могли, какие есть. Первое, наверное, такое появилось после того, как появились мобильные телефоны, приложения Apple, да, Facebook появился, где фактически с нуля создались огромные отрасли, и одна из актуальных проблем есть, что сейчас уже цифровая экономика перевалила ту часть, которую мы считаем классической экономикой. Ну, к примеру, Facebook стоит дороже, чем «Газпром», да, и это значит то, что весь уклад образования пойдет на сторону ума. Фактически мы сейчас получаемся в ситуации, что богато не так, государства, у которых есть больше там залежей нефти или газа или других природных ископаемых, а у которых есть потенциал с очень умными студентами, учеными и специалистами, да, у тех будет прорыв получен. Вот это очень хорошо, что вы эту тему затронули. Мы знаем, что вот такая любимая фраза в последние, по крайней мере, месяцы у премьер-министра господина Каренча – въеда реиндустриализация, ну, то есть мудрая реиндустриализация. Ну, когда мы говорим о второй части этой фразы, реиндустриализация, мы все-таки понимаем, что это какое-то производство, какая-то промышленность. Вот как здесь, нет ли здесь такого противоречия между вот фейсбуком, условно говоря, и вот производством? И с одной стороны, и да, и нет. Опять немножко надо вернуться пару лет назад в Давосский экономический форум, да. И там такая прозвучала очень интересная фраза, о которой я много-много задумался, и она в некотором роде показывает эти слабые места нашего общества. Идея была такая, что еще 25 лет назад фактически человек, который получил свое профессиональное или высшее образование, он со своими знаниями мог работать и полностью создавать материальные или социальные ценности фактически до ухода пенсии. Настолько медленно развивались те вещи, на которых строилась экономика, что риска никакого не было. Сейчас из-за всей цифровизации фактически в 2019 году пришли к такой ситуации, что образование актуально остается всего лишь, представьте, 6 лет. 6 лет после окончания, скажем так. Да, и потом надо переучиться. Это создает уже первый такой риск и кризис. Ну, представьте, мы много смотрим те же самые голливудские фильмы и видим, что там молодые, но талантливые школьники после заканчивания школы, чтобы пойти в университет, берут кредиты на 10-15 лет, да. И получается ситуация такая, что он еще кредит не выплатил, а его образование уже нету актуальное, да. А что делать в этой ситуации? С одной стороны, кто-то может сказать, так это же замечательный бизнес, те же самые вузы или какие-то другие вот учебные центры могут на этом зарабатывать, да. Ну, к примеру, 6 лет прошло, и дальше, чтобы карьеру как-то развивать, продолжать, вот человек должен опять платить деньги и опять учиться. Да, кстати, вы полностью в точку попали, и сейчас тот же самый Всемирный экономический форум и такие же издания, как за Economist и за Forbes ставят бизнес-образование одном из самых главных бизнесов, который будет развиваться сейчас впереди. Потому что к чему мы подходим? Что эти времена, когда мы получили однажды образование, и это на всю жизнь, мы про них должны забыть. Такие времена уже больше не будут. Мы сейчас идем по одному принципу, который называется Long Life Learning, мы будем всю жизнь обучаться. То есть такой муж из Глитиба, да? Да, муж из Глитиба, это то, что это не отленная моя часть, потому что, ну, представьте, ну, один пример, ну, я такой образный. Ведь помните то время, когда, ну, были топовые технологии, появился мобильный телефон Nokia, да, можно было за 50, там, тогда сантимов, да, скачать полифонические мелодии, да. Ну, были люди, которые на этом обучались, да, которые зарабатывали под тем временем басно-сновные зарплаты, да, все были актуальны, да. Но это был очень короткий период, да. Эти люди не остались безработными. Они сейчас в другой отрасли, наверное, все работают и зарабатывают тоже очень хорошие зарплаты. Но им пришлось переучиваться, да? Им, конечно, пришлось переучиваться. Это один из таких показателей, который нам показывает, как мы все время должны будем меняться, да. И еще второе, что в Латвии это будет особенно тяжело, поскольку у нас очень сложная бюрокритическая система, и нам, я думаю, обязательно в ближайшие 5 лет нам надо будет полностью фундаментально поменять систему образования, потому что мы в такой глобальной конкуренции не сможем выжить просто с таким. Я вам приведу один пример. Сегодня у предпринимателя надо решение по трудовой силе или по специалистам сегодня. Ну вот даже в те времена, когда я еще работал в Министерстве образования, ну что я там буду скрывать, там ко мне обратились норвежские предприниматели Салдус, это мой родной город, да, и они попросили с помощью такой, что есть Салдусский техникум, да, и поскольку в Салдусе очень много происходит всяких производств, связанных с щитем, да, что у них есть одно направление, они хотели спасательные жилеты, щиты для паромов, для кораблей, да, для всей Европы. И, конечно, столкнулись с проблемой, что нет рабочей силы. И они были готовы еще вкладывать деньги в обучение, чтобы получить специалистов таких с Салдусским техникумом. Я, исходя из тех позиций, которых у меня было в Министерстве, пробовал им помочь и понял, что самое маленькое бюрократическое это процесс, чтобы они могли получить такого специалиста, чтобы только бумаги все пройти. Это занимает 4,5 года. Понимаете, через 4,5 года никому этот специалист не нужен. Ну, ясно, то есть фактически мы говорим инвесторам до свидания, да? Да, и они на тот момент проблему решили, что каждое утро они возили специалистов из литовского города Можайкай и вечером везли обратно, да, но потом поняли, что это занятие логистика не стоит того бизнеса, да. Бизнес требует очень быстрых, четких решений сегодня и не может это ждать. И это напрямую повлияет на обучение. Будет очень много таких курсов, которые в течение 6 месяцев ты сможешь получить образование. Будет очень много компаний, которые будут готовы платить за хорошего специалиста, его учебу оплачивать, чтобы вот только его получить всегда. Потому что мы сейчас получим, у нас будет такая в ближайшем будущем парадоксальная ситуация, что у нас будет расти процент безработицы, но также нам будет расти количество вакансий, да, и это будет огромная проблема. Ну, один пример. Я сейчас посмотрел последние такие разработки, и что меня удивило, что уже беспилотные комбайны делают, да, они используются в США, в Канаде, в Китае, в России, даже в Казахстане, да, где фактически еще он не полностью беспилотный, он работает с оператором, да. Но эффективность такая, что урожай, который он собирает, и вся эффективность увеличивается на 25%, и инвестиции в этой технологии окупаются в течение одного посевочного сезона. В результате они, специалисты, думают, что они придут в течение 5-7 лет, что полностью беспилотный, уже не надо будет физически, как для подстраховки, находиться комбайнер внутри. Ну и представьте, если через 5-7 лет комбайнер, которому 55 лет теряет профессию, да, и параллельно развиваются профессии, там, скажем так, предподаватели по йоге, да, программисты еще, они взаимнозаменяемые, да, и получается, те профессии, которые будут автоматизироваться, там будут возрастать безработицы, и будут новые профессии, где не будут просто специалистов с определенными знаниями. Ну, сегодня об этом нужно думать, да, по большому счету? Да, и надо придумать такую систему, чтобы очень эффективно будет, чтобы могла реализовать, потому что не мы единственные об этом думаем, и думают и наши соседи, эстонцы думают, которые эффективны, и думают большие крупные европейские страны, да, и, ну, что мы будем скромничать, все государства думают, исходя из дальних реальностей, как у другой страны переманить умных детей, чтобы они у нас учились, потом сделать условия, чтобы они у нас остались, да, и чтобы они для нашей экономики создавали... Идет фактически вот борьба за интеллект, да? Да, за умынь, да, однозначно идет борьба, да. И поэтому нам не приходится удивляться, что у нас тоже молодые люди быстренько где-то обучаются в хороших вузы за границей, и потом многие даже не возвращаются. Ну да, ну да, и сейчас, ну, возможно, есть определенный какой-то плюс, что сейчас можно из Латвии, не уезжая, ну, побочный эффект пандемии, который сейчас запустился... Учиться, да, за границей не уезжая, да. Да, за границей учиться, поскольку, ну, если изначально в 2013 году был Стэнфорд и Гарвард, которые удаленно запустил, да, то в 2019 году уже все самые крупные университеты в мире запустили удаленное обучение, да, и сразу был прирост студентов, увеличился на 15%, а представьте, в 2020 году сразу увеличилось не просто там на 40%, а те, которые обучаются, на 4 раза увеличилось, да. И, ну, фактически, представьте, если раньше там, ну, какой-то наш талантливый там ученик хотел поступать в тот же Гарвард, да, ему что надо было там ехать, фактически это было связано с такой расходной частью, которая родителям не были непонятно, непосильно, да. А сейчас представьте, условие такое, что он может работать здесь где-то вечером, подрабатывать в какой-то компании или в кафе, даже жить у родителей, да, и онлайн получить образование, тот же Гарвардский диплом, который у остальных, который у нас может ассоциируется, знаете, как свое время очное и неочное обучение, да, ну, вот фактически так получится. Но есть такой аргумент против онлайн обучения, кажется, ну, можно будет, ну, когда вместо тебя там зачеты, экзамены будет сдавать кто-то другой, да, обхитрить систему, да, но надо и понять, что заодно в этой системе и будет меняться мышление людей, да, потому что сейчас будет главное не какая у тебя есть диплом, да, но главное, какие твои фактические знания. И сейчас мы придем к системе, где студент платит 2 тысячи, примерно, там, евро в год за обучение, будет делать все, чтобы знания получить, выезжать на 3 тысячи, да, тем образом повышая свою конкуренцию. А не просто думать о том, как вот эти зачеты сдать и быстрее получить диплом, то есть надо еще думать, какое будет содержание этого образования. Вот вы упомянули Саудус, да, вот ваш родной город, и еще такая тема, она очень важная. Вот когда сейчас происходила эта административная территориальная форма, один из аргументов был, что, понимаете, ну, у нас вообще, что происходит у нас вот это вот трудовые ресурсы, и понятно, что молодежь, все концентрируются в Риге, да, и получается, что у нас вот, ну, провинция превращается в такое вот спальное место, да, вот, или там на природу приехать, а вся работа, весь бизнес, движение денег, все происходит в Риге, и вот административная территориальная реформа, ну, позволит как-то заняться равномерным развитием Латвии. Как вы на все это смотрите? Действительно, есть такая опасность, когда вот эти все регионы, ну, там действительно люди просто будут как бы так жить на природе, а работать весь бизнес, вся деловая активность будет в основном сконцентрирована Рига, ну, может быть, вот это вот прирежье. Да, ведь такую очень сложную и болезненную тему затронули, поскольку я еще до того момента, как эта неудачная районная реформа распалась, я еще жил в Салдусе, да, я помню, к чему это привело, да, фактически сейчас то, что стараются исправить те ошибки, которые больше 20 лет назад совершили. Потому что, чтобы человек хотел в какой-то определенном месте жить, он хочет, ну, во-первых, безопасность, да, он хочет чисто физическую полицию, он хочет медицинскую, да, он хочет, чтобы и дети могли нормально получить образование и в школах учиться, да. И, скажем так, как повлияла эта неудачная районная реформа, да, ну, я жил в Салдусе, Салдус был, так же, как Улдегай, Талсе, около 14 тысяч жителей, рядом Бруа цены, 5 тысяч жителей, Салдусский район больше 40 тысяч, да. И получалось так, что вот городская больница и поликлинику содержали всем бюджетом района, да. И когда этот район разделили на маленькие волости, осталось на балансе города, и город один не мог эту больницу потянуть, и в результате тогда закрылась больница, осталась поликлиника, да. Плюс следующие проблемы началось с содержанием школы. Если я сейчас не ошибаюсь, в Салдусе, по-моему, осталась только одна средняя школа. По-моему, да. Да, и люди автоматом начинают уезжать, потому что чувствуют, ну, скажем так, не чувствуют себя уверенно, да. Ну, к примеру, когда моей маме, пусть ей здоровье, там однажды случились проблемы с здоровьем, да, скорая промышь приезжает из Эзеры, да, это граница с Литвой, и ей предлагают везти в больницу или в Дуобелое, или в Кулды. Да, ну, это совсем другие районы, да. И люди, конечно, не чувствуют себя уверенно, да, и стараются переехать в другие места. Я думаю, потому, вот, кстати, из Салдуса очень, по-моему, один из самых высоких показателей, где была миграция людей в Англию, в Ирландию, да, особенно много. Они не видят перспектив просто, да? Да, 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 там на месте нет возможности, да. И автоматом для бизнеса это проблема, если нет людей, я не могу квалифицированных рабочую силу набрать. Мне тогда надо производство создавать там, где есть из чего мне выбрать. Это опять большие города, где концентрируются, да. И это очень хорошо, что эта реформа делается, я ее полностью поддерживаю, но я не уверен, сейчас ли можно что-то спасти, потому что люди, ну, будем откровенны, те, которые ехали в Англию, в Ирландию, в Германию, да, большинство из них не собирается возвращаться, и нам главное, которые условия есть, нам бы как бы сохранить, чтобы они, чтобы мы их не потеряли, чтобы они все-таки идентифицировали себя с Латвией. Да, еще одна такая вот сложная проблема, я понимаю, что ее так быстро не решить, но мы же понимаем, что должна быть четкая увязка всех вот этих, скажем так, систем образования, да, то есть начиная там школа, потом вуз или техникум, да, то есть должна быть очень четко все вот эти этапы, должна быть какая-то увязка. Я к чему веду, ну, к примеру, мы смотрим средние показатели там по централизованным экзаменам или вот по предметам в той иной школе, даже Риге, ну, в каком-то микрорайоне, не буду называть школу, но когда я читаю эти показатели, мы видим в десятибальной системе, средний показатель по математике 3,9, 3,8, я не шучу, да, латышский там 3,2, 3,5, да, там английский примерно столько же, там 4, хорошо если, да, то ты думаешь, а куда вот выпускники этих школ дальше пойдут, как сложится их жизнь, да, и что с этим вообще делать, да, что-то же в этой системе неправильно, нельзя же сказать, что все школьники, я извиняюсь, глупые, да, дураки, да, учителя хорошие, им не повезло с учащимися, что-то тут в этой системе не работает, таких школ много, это отнюдь ни одна, ни две, и в Риге таких школ много, вот что самое ужасное. И ты начинаешь думать, а, ну хорошо, я понимаю, что там люди живут в этом микрорайоне, им удобно, что школа рядом, да, и ладно, неважно, какие там знания, но зато школа рядом. И вот ты, начиная с ужасом думать, а что дальше, особенно сопоставляя с тем, что вы сказали в самом начале, когда все меняется, нужно вот это вот образование в течение всей жизни, через 6 лет переквалификация, да, вот что делать, да, или нужно как-то по-другому этих учащихся ориентировать и говорить о том, да, ты закончил 12 классов, да, но вот с такими оценками, с такими показателями, может, тебе не нужно просто вот пытаться получить диплом вузовский, а может быть тебе, не знаю, пойти, получить хорошую квалификацию рабочего и достойную заработную плату. Ну, к примеру, не все же должны быть социологами и политологами, я утрирую, но вот что-то в этой системе не работает. Да, это опять, понимаете, мы сейчас находимся в такой экономической системе, немножко похожая такая система была 100 лет назад, и как нам в советское время, те, которые мы учились, помните, есть такая революционная ситуация, когда там... Да, вверхи не могут, да, и не хотят, да. Ну, к примеру, у нас так же к экономике, но то, что мы можем наблюдать, что старая система не работает, а новая еще полностью не сформировалась. Вы помните, те же, к примеру, тракт такси, да, еще недавно надо было лицензии и плафоны ставить, да, сейчас мы видим... В телефоне все происходит, да. Да, болт, да, Яндекс, такси, все в телефоне происходит, да, и полностью это отпало, да. Очень сложные сейчас перемены идут в банковском секторе, вы сами упомянули насчет бизнеса, что есть, что банки не открывают счета, там надо принести, извиняюсь за грубость, анализы всех родственников, да, и тогда еще рассматривают, откроют или нет. Есть платежная система, где ты можешь сфотографировать свою ID-карту, и тебе удаленно откроет счет, и ты сможешь работать, да, и счет тебе... Деньги переводить, да, зарплату выплачивать даже, да. Да, и ты идешь в банк, и тебе не дают кредит, да, потому что опять у тебя нету истории, у тебя нету там кэшфлоу, да, и так далее. И есть крауфандинговые фирмы, которые вкладывают с удовольствием деньги, ищут креативных, новых идей, где все банки бы держались дальше, да. Это есть некая проблема, но эта проблема, она намного глубже, они в мышлениях. Посмотрите, вот это показатель оценок, он фактически, надо посмотреть с двух точек зрения. Первая, это точка, что у нас среднее образование строится на квалификации педагогов. Насколько талантливый педагог, насколько хорошо построен грамотно процесс образования в самой школе, настолько хороший результат, да. Это не заслуга систем, это заслуга педагогов и руководства школы, да. И вторая проблема, у молодежи нету стимула к образованию. Ну, они смотрят как, ну, в технологические времена, я у себя, ну, они думают, я у себя создам успешный в Инстаграме аккаунт, да, или я сделаю в Ютубе, или в том же ТикТоке, да. И мне главное получить максимально больше, как называется, фолловеров, да, и мне деньги потекут, и я буду зарабатывать 10 раз больше, чем мои родители. И для этого мне не надо образование. Или еще параллельно, вы знаете, есть всякие системы, где ты можешь свои навыки продать, ну, такие самые известные есть, iWork, да, где ты можешь зарегистрироваться, да, с любыми своими навыками. Ты умеешь на фотошопе что-то сделать, но ты там ставишь, и тебе из всего мира придут заказы, да. И тебе не надо закончить среднюю школу, тебе не надо университеты закончить, да, чтобы сегодня зарабатывать деньги, и многие из этих... Тебе надо владеть этими современными инструментами, да. Да, и многие дети в результате зарабатывают намного больше своих родителей, да. И они тогда смотрят, у родителей с двумя образованиями, а у меня еще не законченная школа, и я зарабатываю больше, и намного комфортабленнее себя чувствую, да. И вот этот есть, вот этого времени, ну, такой в некотором роде опечаток, да. Есть один даже пример такой еще интересный, понимаете, ну, вот чтобы в Латвии стать квалифицированным программистом, ну, надо пройти в некий ритуал, тебе надо закончить там основную школу, потом среднюю школу, потом поступить в Латвийский университет или в РТУ за закончить, вот у тебя получаешь диплом, и тогда ты можешь идти работать программистом. Но тот же Стэнфорд, если я не ошибаюсь, несколько лет назад, если точнее пару лет назад, да, они пришли к такому выводу, ну, мы смотрим новости, мы смотрим, что 12-14-летние хакеры взламывают такие вещи, да, где трудились там сотни людей, там миллионы денег потрачены, и легко школьники могли какие-то вещи взломать. Это значит, что это не связано с уровнем образования, да, это связано напрямую с интеллектом, да, чтобы могли это делать. И Стэнфорд запустил пару лет назад удаленную программу, где школьник пятого класса может поступить у них удаленно в учебе, и вместе, когда он, ну, по нашей системе, безокончил девятый класс, он получает диплом программиста. Фактически мы говорим там, что он уже параллельно учащий в школе, он из Стэнфорда вечером обучаясь, получает диплом в 16 лет программиста, и он уже в 16 лет может зарабатывать деньги наравне со своими родителями, даже если не больше, да. Это все не надо. Это приходит к следующей проблеме, что в некотором роде обесценивается сам диплом, да. Потому что, как мы говорили, бизнесу надо, чтобы ты их проблемы решал сегодня, а не через год. Через год, может, этого уже бизнеса не будет. Это вы очень точно подметили. Я сразу вспомнил, у меня один, ну, знакомый ректор вуза, не буду называть, естественно, какого, который мне как-то сказал в сердцах, да, говорит, представляешь, у меня, говорит, целая кафедра, да, там 20 магистров, да, из них там 10 докторов наук, а иск никто написать в суть не может, да, так сказать. Ну, то есть я к чему говорю, что очень важно вот эти вот инструменты, практические навыки, не только вот твоя степень научная, да, в честь и хвала там докторам наук, ничего не хочу сказать, это там тяжелый труд, да, но вот когда мы говорим об этих практических навыках, где предприниматель говорит, ну, мне не нужен доктор наук, да, мне нужен человек, который мне принесет прибыль, правильно? Да, да, да. И тут мы немножко с навыками и образованием, у нас в неком роде какой-то дисбаланс получается. Мы очень радуемся, что мы по количеству высшего образования почти там в топе в Европе, да, и очень-очень рады, да. В свою очередь, я вот с теми же Норвегами, когда встречался, они так с удивлением на нас смотрят, они говорят, да, у вас так интересно, у вас в банках работают все с высшими экономическими, с высшим экономическим образованием. Да, да, условно, даже на кассе. Говорит, у нас, ну, если филиал, не всегда у руководителя филиала есть даже высшее образование, потому что это, ну, фактически профессиональное образование, там не нужны никакие академические особенные знания, чтобы обменивать валюты или делать банковские транзакции. То есть не всегда надо быть навыки высшей математики, да? Да, ими немножко это увеличивает. Ну, немножко перестарались, да, как в одной знаменитой латышком фильме, помните, «Белые слуги дьявола», когда там бургомистера ночью будили-то эко, да, когда он говорил, чересчур им большая усердность порождает переусердность, да, вот это немножко о нас, да. Так что, да, но насчет самого образования, ну, нам надо понять, какие мировые тенденции есть, ну, к примеру, если мы посмотрим пару лет назад, тут же Google и Amazon, которые одни из самых мировых крупных компаний, они полностью отказались от рассмотрения дипломов в высшем образовании. у них политика такая, ты приходишь, с каким дипломом есть, это никаких значений не имеет, у них есть свои внутренние тесты сделаны, после которых они определяют, кем ты можешь быть, и может получиться ситуация такая, что человек с двумя высшими образованиями по тестам Амазона может работать только где-то на линии, где там автоматизировано упаковывается рассилки, скажем так, школьник, который только что закончил школу, но с хорошими знаниями программирования, может сразу быть какого-то руководителя какого-то инновационного проекта или направления, да, потому что сейчас мы приходим к тому, что ты умеешь, что ты можешь сделать, вот такая есть твоя ценность и столько ты получаешь и денег. Да, вот мы говорим сегодня вот об этих новых тенденциях вообще в образовании и в меняющемся мире, вот интересно, что сейчас странам Европейского Союза доступен этот фонд оздоровления и стабилизации экономики, так называемый пандемийный фонд, да, и там большая статья вот этого финансирования, Латвия тоже вынуждена была вот при распределении вот этих денег, 1,9 миллиардов в Латвии доступна, там значительная часть, если я не ошибаюсь, порядка даже 500 миллионов, ну фактически полмиллиарда на так называемую зеленую экономику, да, и что это, мне кажется, что даже правительство до конца не понимает вот на что это и как, потому что если спросить людей на улице, да, вот, ну обыватель, что скажет, говорит, ну вообще для нас это не актуально, у нас нет таких больших загрязняющих производств, да, вообще мы достаточно там чистая страна в этом плане, посмотрите, какая у нас природа, пускай это думают те страны, где уже вся трава там выцвела и выгорела, да, что на самом деле вот это зеленое мышление, это, наверное, поменяет и образование, вот как вы это видите, что это такое вообще? Да, да, вы очень такую болезненную и очень такую обширную тему затронули, да, потому что если так, я как экономист, они как бывшие сотрудники, специалисты образования сказал, что это один из самых больших сейчас нам рисков для, в общем, бизнеса и развития Латвии, потому что, ну, если кто-то видел в заголовках, нам перед тем было, что весь Европейский Союз идет к нейтральности климата, да, ну, это значит, что те вещи, которые мы, ну, карбон, это углекислый газ, ну, которые выделяются в природу, что они должны не превышать те возможности, которые природа может абсорбировать, да, и сначала у нас были эти показатели, что мы должны в Латвии сократить на 40% и выбросы до 2030 года, но сейчас, 14 июля, если я не ошибаюсь, вышла регула Европейского Союза, где нам надо на 55% сократить, что фактически для нас катастрофа, мы не можем не выполнить ни в одном. Нам вот правильно вы сказали, нам кажется зеленая экономика, у нас есть гидрогес и все, но самое у нас номер один, главная большая проблема, у нас самый старый дизельный автопарк Европы, и он получился из того, что из-за нашей бедности, что фактически все дешевое, старое, дизельный автотранспорт, он осел в Латвии, и никто в Латвии не знает на сегодняшний день, как эту проблему решить. Второе, это по тем ограничениям 55%, это фактически подставит под вопрос все сельское хозяйство Латвии, да, потому что это опять один из тех недружественных, скажем, бизнесов или направлений, в которые загрязняют всю экологию Латвии. Также в тот момент, когда у нас все золотые карты руки на счет торфяной промышленности, где мы с эстонцами и финнами становимся номер один в Европе и могли бы на этом зарабатывать, фактически по этим требованиям нам все торфянники надо полностью закрыть, да. И многие думают, ну ладно, так есть, но меня это не касается. Нет, касаться будет всех, потому что те же финансовые учреждения, когда вы после Нового года пойдете в банки, хотите получить кредит, вам надо будет еще дополнительно без всех документов банку предоставить о своей компании план долгосрочного развития, да, где вы должны и будете показать, вот как ваше действие влияет на экологию, да. И в том числе будет вопрос, если вы сидите в офисе. То есть даже офис? Да, да, даже в офисе вам надо будет доказать, откуда вы покупаете энергию, если она зеленая или нет, да. Ну, если она не зеленая, тогда, ну, смотрите, мы вас будем оказывать процентной ставкой, да, чтобы вы стали зелеными, да. Так что фактически это все отрасли будет. И я думаю, так люди поймут, куда мы пришли с зеленой экономикой, что немножко в тупиковой ситуации, что потом уже транспорт, что она всех заставляет пересесть на зеленые машины, на зеленый транспорт. Ну, на электромобиль, к примеру, да. На электромобиль, да. Но нет у нас, да, мы видим автобусы по городу, есть, да, есть решение, есть трамваи, троллейбусы, есть там автобусы на водороде, но нет решения по грузовому транспорту, да. На днях я видел передачу, да, где Омного хотели взять, они говорят, мы не можем найти машину чисто техническую, которая 300 километров с грузом по Риге могли бы проехать, да. А вы представьте, что еще на сельском хозяйстве нету комбайнов, нету тракторов, да, нету экскаваторов, да, а требует у нас выполнения уже сегодня, да. Это некий абсурд, да, что вся эта зеленая экономика, во-первых, нас делает неконкурентоспособным, а в ситуации Латвии сложно сказать, как мы сможем дальше свое народное хозяйство выстроить. И, к сожалению, эти сроки настолько ограничены, что все эти главные, сейчас я сколько знаю, Латвия 16 позиций должна по этой зеленой энергии, по всем этим выбросам попадать, это все надо до Нового года принять. Да, у нас времени мало, и я бы сказал вместо политиков, об этом номер один сейчас надо говорить, потому что это зависит, что с нами будет на ближайшие 10-15 лет. Да, это, кстати, очень хорошая, может быть, такая вот ремарка в завершении эфира. Действительно, вот мы сейчас должны подумать, как изменилась наша жизнь, потому что, ну, создается такое ощущение, что мы чуть-чуть, знаете, вот как в фильме с замедленной съемкой, да, то есть мы идем все-таки чуть-чуть отставая на несколько шагов и не думая о том, как вот вперед, что дальше будет происходить, да. Да, но я думаю, нам обязательно, это номер один, что надо думать, и первым делом это вузам, да, поскольку мы все время видим, как каждый год становится количество студентов меньше и меньше, да, ну, к примеру, там, в 2010 году в вузах учились неполные 104 тысячи студентов, да, если не ошибаюсь, в этом первом сентябре только 76 тысяч, еще плюс, еще вторая проблема, те, которые поступают на бакалавры, фактически половина только заканчивает, да, это значит, ну, люди не видят смысл, очень ценят свое время и не уверены в тех знаниях, что они им дальше в жизни пригодятся, да. Нам максимум в ближайших 5 лет надо фундаментально изменить всю систему образования, подстроить под экономику, чтобы могла система образования решать сегодняшние проблемы и нужды на трудовом рынке, чтобы мы создавали профессии, у которых есть спрос, а кем является профессия, у которых есть спрос, это там, где, что вопрос, думаю, пепр, свинь, ну, запрос, да, где запроса превышает предложение. Предложение. Андрей Сыринец у нас был в прямом эфире, большое спасибо. Да, большое спасибо вам.